АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Название книги «Полёт Бурнирангер». Я когда туда поехал, я говорю, ну сейчас смоется и не вернётся. Я же Бурнирангер не потерял. А я за это обратно вернулся. Один того, кто оставил случай, приходит в понедельник на работу, уже к весенненьках. Побитый глаз там ещё что-то. Я говорю, что такое подрался, что такое? Да нет, ребят, ещё у меня старый Буррангер, мне вот это надоело, я новый красивый купил. А правда старый всё пытался и выбросить. Так он мне так. А вы, брат, возвращается, меня попав. Возвращается, если во что не попадать надо. Он во что-то попав, надо сделать птичку. А если не останавливаешься, нужно здесь уже точно. Тут бросал, бросал, видите, никогда так не смог и выбросить. Повесил на стенку. Обязательно возвращается. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, уважаемые читатели, гости, наши гости в прибыли. Мы начали уже разговор о книге, и почему такое название. Николай Николаевич нам уже сказал. Первое издание «Полёт бренд» я написал тогда, когда Влад Балашова был в Скопле, 10 лет. И мне было здесь знакомо, сейчас. А потом, когда я провёл в Австралии год по командировке от Московского университета, был направлен в Австралийский национальный университет, столичный тоже, в Кангеле, там и крупные университеты в Австралии. И там вот, будучи кандидатом науки, я, значит, поеду так займусь в докторантуру. Надо замерзать, собрать материал для докторской диссертации. Надо в это выйти или в это? А вы говорите в «Красненький», а этот стоит на запись телевизора. Ухажайте. И вот, красненький, да. Вот, таким образом, у меня получил целый год, я поеду по Австралии. Ну, в основном по центру, по востоку, на север, на юг, там. Только вот запад не успел освоить. Ну и Австралия, конечно, вполне материал для диссертации о пустыне. Вот, например, Австралия, если уже есть кандидатская, у меня была по Караком, Козелком и другие, пустынь в Азии. Добавление показывало уже все типы пустынь мира, то есть мировой обзор пустыни. Австралия, самый пустынный континент, там около 80% именно пустынь разного типа. Красивая страна. Ну, я как любитель пустынь, всяких змей, ящики, черепах, там их больше, чем других местах, конечно. Вот, и таким образом год провел, уехал, готовил докторскую диссертацию, там. И вот в 2000 году, когда он защитился, ну, поэту, я еще раз в Австралии. Приезжаю, а там Влад Балашов. И не просто он Влад Балашов, это, оказывается, наш российский гражданин, который к тому времени уже почти 30 лет там назад уехал в Австралию. Не сбежал туда, а уехал работать в государственном учреждении. То есть по работе. Причем взяли его, ну, понимаете, вот у нас возьмут дети австралийца и в Министерстве природных ресурсов. Сейчас я сомневаюсь. Вот. Это тема тоже всякие истории. Здесь интересно, значит, в советское время один, у нас такой, у нас, приехал в нам в страну. И, значит, устроился в хорошее учреждение, так никто не знал, у него были чужие документы. И, значит, секретные ответы шлет руководство зарубежного. Он говорит, да, вы знаете, меня, очевидно, мне не доверяют. Потому что я с ними говорю, пытаюсь говорить про работе, о работе. А они с ним говорят, а вы, женщина, на работе. Никак. А потом все недели сообщили. Вы знаете, стали меня проверять. На бедный перерыв, как все уходят и бросают все документы секретные открытые. Читают, кто хочет, никто не следит за мной. Якобы, да? Проверяют. А потом последнее за счет сообщения. Все. Провалился. Провалился. Володя Кулачок. А Володя Блазов приехал со всеми своими знаниями географом, из него географа. Хорошо, так сказать, природные ресурсы, водные ресурсы знал очень хорошо. Работал у нас в таких же аналогичных учреждениях, он там по семейным обстоятельствам переехал туда и настолько хорошо работал в госучреждениях, что они стали гораздо лучше подробнее рассматривать способы, методы и меры по охране водных ресурсов Австралии. Вот его работа. А потом это немножко к 2000 годам ему это надоело, лет 20, и еще в следующие годы, нового тысячелетия, создал организацию такой, в одном слове сказать, Австралия, Сафари. То есть приезжайте, дорогие гости, в основном, конечно, граждане из России, приезжайте, примем, прокатим, по стране, по каждой самой отдаленной уголке. Вот я узнал, что такой человек руководит экспедиции месяц. Причем не просто вот так приглашает кого-то одного или что, сразу в группу, сразу в собственный автобус, на который вы можете поехать, да? Автобус, здоровый автобус, человек по 15. Всем спорят по вторым местам. Он сам едет за рулем и одновременно ведет репортаж о том, что вокруг. Не так просто, правда? Мы как-то что-нибудь сядем с женой в такси, я чего-то в такси два слова спрашиваю, не беспокойный человек, он ведет, нельзя его отрекать. А тут на него сыпятся вопросы, ну, на них все отвечают, налево-направо, ну, еще ни одного, так сказать, ДТП не было, осторожно, вот, качественно, так что, если что, вы захотите. Вот, и я в первый раз к нему попал просто вот так, а потом, если он видит, что он рассказывает, а потом я что-то про животных добавляю, да? Ну, знаете, когда каждый здесь вас пригласит и поехать там, вот, просто, ну, вторым гидом, так сказать, он рассказывает про географию, про все, и рассказывает про животных, про что он может знать меньше, поскольку не залог, а животных там уникальных. Вот, мы с ним подружились, ездили, ездили, я не знаю, сколько раз уже поездили, по старым местам, по новым местам, в которых я не бывал даже, в Новой Зеландии как-то заезжали, даже. И вот, кандемия нас два года назад остановила, вот, за это время у меня новое издание, это «Полёт в Бумеранг» уже пятое издание. Пятое или шестое, я сбиваюсь со счетами. Ты говоришь, шестое, я говорю, пятое, ну, где-то еще одно начинал. Так вот, я ему за это время призывал, он что-то писал всегда, свои воспоминания о том, как живет здесь, в Австралии, как, ну, о людях там, о встрече, очень интересно, с юмором. Все, я так почитал, думаю, давай, наверное, как-то присоедини к моей книжке и задел на двоих общих книг, где вот, там, «Дорог, Полёт в Бумеранг», а дальше «Австралия» 40 лет спустя. Вот, действительно, то, что написано, «Австралия» от 30, от 30 до 40 лет спустя, но, да, мы напомнили, нам напомнили Дюма, знаете? 20 лет спустя, 30 лет спустя, у вас 40. А 40 будет? У вас инстаграм. А, у него 40 не было. Мы Дюму обошли, да? Мне нравится склонять Дюму, правда? Ты Дюму читал? А я Дюму, правда, не отрывался, так интересно. Так что Дюмой и спал он. Под голову пишут. Ну, конечно, Дюма не склоняется. Один кофе или одно? Один кофе. А? Два, ага. Ну, лучше два. Нет, все. Вот, не сам. У нас. Христа Союза писателей, да? Вот там идут, идут, и все подходят к буфетчице, а там буфетчице и поможет писать. Она распашивается, вторая кофе делает. То есть, говорит, одно кофе, одно булочку, одно кофе, одно булочку. Вот так, эти самые писатели, если они в руки, они не роскошные. Одно кофе, одно булочку. Она своей подружке, писатели, даже, что кофе мужского рода, она говорит, один, один кофе. И тут, как раз, эти люди подходят, мужчин, такой высокий, стартный, говорит, один кофе и один булочку. Это был Расул Гамзат. Вот, что там, на лице, обязательно. Вот, все, что мы читаем на русском языке, это его перевод, он сам по-русски так и хорошо. Ваши книги, которые, наверное, писали, есть булочку. Это еще бывает. Ну, что, давай, Петя, расскажи. Вот, знаете, 30 лет, вот столько понавидал, мы включили это сюда и, получается, хотели писать почти по дюману, потом еще и что-то немножко навязчиво будет. А рассказать об этом можно, да? Владимир, о Вашей части книги двух словах расскажите, пожалуйста. Ну, моя книга, моя часть книги появилась по сильному настоянию Николая Николаевича. Я был очень ленив в этом писательском деле. И вот мы много ездили, в конце концов, Николай Николаевич говорит, что у тебя уже все есть, только осталось собрать все. И вот эти рассказы собраны уже, мои впечатления после, уже в моей жизни в Австралии. Когда, поначалу, книга Николая Николаевича, я там читал, в Австралии, и знаю все места, в которые он ездил, все обсуждали, как-то вот мы, любые сюжеты, вот я их всех проехал. То есть она для меня была настольной, первые туры мы делали прямо вот по главному книге Николая Николаевича. А потом появились рассказы, которые, то есть какие-то ситуации случались в этих местах. Или я еду на встречу с группой, или группа прощается куда-то, я снова, или вместе с Николаем Николаевичем. В общем, эти рассказы, которые случаи, ситуации, которые были позже уже в моей жизни в Австралии. Поэтому, наверное, в этой книге можно увидеть две Австралии. Очень старую, да, ту Австралию, 50-летнюю, и сегодняшнюю. Они пересекаются. Я очень удивился, когда увидел фотографии Николая Николаевича на Родео. Я живу рядышком с этим Родео. Есть, оно теперь прямо на прядышком с нами проходит. А живу я в Балашихе, знаете, такой город. А чего смеетесь, точно все знаете? Балашиха австралийская. Мы назвали свой хутор Балашиха. И если в картах можете найти, в Google можете найти. И вот когда в детстве я смотрел телепередачу «Мир животных», в Балашихе живя, когда я был маленький, жил в Балашихе, под Москвой. А потом случилось такое дежурю, потому что Николай Николаевич приехал в мою австралийскую Балашку и стал рассказывать о животных уже без телевизора. Я не мог понять, что происходит, где телевизор. И вот с тех пор мы так вместе и катались по Австралии. Так что будем рады, если вы прочитаете обе книги. Ну и, наверное, очень здорово, если вам она понравится, эта страна. Я уже называю ее моей страной, потому что я прожил в ней вторую половину жизни, 30 лет. Скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, можно ли эту книгу рекомендовать как гид нашим читателям, гид по Австралии? А может она... Наверное, все-таки это не гид, это просто описание путешествий. Те, кто собирается в первый раз, что им надо учить, что нужно предусмотреть, даетесь в этих пособиях. Гиди обычно, знаете, что вы так приезжаете в Ганберу, приезжаете в Сидней, сначала в Сингапурт, в Сидней, там отель там-то, ресторан там-то, расселяетесь куда-то, потом берете машину, вот столько, вот того, сего, 50-го, переезжаете в такой, маршрут такой-то, видите? Вот, это описано. А что вы там вокруг вы видите, нет, никого не волнует, он должен приехать, доехать до этого места какого-то. А тут, когда этого нет, потому что я, ну, где-то я сказал, приехал в Сидней, там, а как проехать, сколько ездить там, ну, это уже, ну, интересно, туристов. А если человек едет вот такой организованный друг, то вся, здесь маршрут поездки организован, а вот что он там увидит, это уже вот на совести вот таких гидов, как Влад или я, когда мы идем, мы расскажем, то, чего я рассказывал, даже приезжая в Ганберу и в Сидней, там, к друзьям или к коллегам, остались, к какому-то рассказывали, ну, ты же, я сам видел, ну, ты что-то такое, ой-ой-ой, вот так вот, прям, то есть они сами в этих краях, не звездных, не бывали? Они, они, как, так интересные, ой, мы никогда не попадем туда. Ну, они все работают, только ты, кем и где, и у них никто не повезет, такие, да, лазят там по пещерам, по скалам, по пустыне, по пескам, так же, мы вот об этом рассказываем, а там, когда ехте, и сколько тут, есть эта группа, да, вон, на вас, когда-то сел в его автобус, потом он не сломается, все хорошо будет, когда не ухаживаешь хорошо, да, да, родной личный автобус. Спасибо большое, Николай Иванович. Если подводите, Владимир, вопросы из зала у нас не так много времени. Давайте попробуем. Первый вопрос, пожалуйста, иди сюда. Стефания Коваленко, журнал «Я пою». Николай Николаевич, подскажите, пожалуйста, какие интересные места можно посетить в Австралии, и полюбить ее так же, как вы? Николай Николаевич, подскажите, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Город, маленький городок такой, конвера, это новая столица, сильная громадная, как Москва, а столица, как это новая столица всякие выделки, знаете, придумать маленький город, никому не прийти, буду его поехать в Астану. Астана, знаете, столица Казахстана, Алмата это красивейший город, там, хлебный город, еще что угодно, город, яблок в переводе, то есть, но она находилась на самом южном, на южной окраине Казахстана, и когда столько досталось от России по площади, они думают, ну, как-то надо закрепиться, а то русские потом что-то расчихаются, и на нас стоят. Там же и Байконур остался у них в Казахстане. Ну, надо было выбирать город ближе к северной границе, и они выбрали Акмолинск, знаете. Вот они его назвали Астанан, потом, по-моему, даже пытались переименовать их. Так и осталось иметь. Абертульный был Акмолинск. Культ личности все-таки заедайки. Вот Астанану приходит сказать, что Акмолинск это слово местное название, Акмолан. А что это такое? Кто-то, конечно, знает. Белая могила. По Климту, пусть ему настолько, это вот такая самая сухая полупустыня, пустыня Степ, где, конечно, поднимать селену было совершенно нецелесообразно, что все это сделано. Для зимой холодно. Только не ездали к Климту. Для этого жара, с пыльными, да. Зимой холодище, там со снегом, если снега нет, то пыльный холодный ветер, и трища открытые. То есть, несмотря на это, правительство туда переехало, и там они как-то живут. А вот в Австралии, я даже не знаю, какое место, туда не надо ездить, там замерзнуть, и там будет слишком жарко. Это Володец. Вот Володец. Вы знаете, Австралия – это страна, которая занимает весь континент. Я иду. А как можно посмотреть весь континент за одну поездку? Если вы поедете в Америку, вы точно не увидите за один раз там. Вроде много стран. А все считают, что одна страна, ну ерунда, мы сейчас все посмотрим, она огромная. Вы Россию можете за одну поездку посмотреть? Вот ко мне обычно запрос приходит, у нас 10 дней. Давайте Австралию и еще, может быть, Новую Зеландию тоже будет. Ну вот как описать маршрут по России за 10 дней? Не получится. Конечно, чуть-чуть получится, какой-то маленькая вспышка будет какой-то страны, но всю ее... С чего начать тогда? Скажите, пожалуйста. Я бывал в Ханты-Мансисе. Вот случайно совершенно на кинофестивале кино «Спасти и сохранить» фестиваль экологических фильмов. Удивительный город, удивительный фестиваль. Вот я увидел совсем другую Россию, я ни разу не видел такую. Поэтому точно так же можно было поймать любой, нажать на карту, показать любой город Австралии, но он будет совершенно другой. Поэтому за один раз не получится. С чего начать? Что рядом с вами, если приедут к вам какие-то... Не, ну, понятно, начать с австралийской Балашкина. Я говорю, что там возили на... Это Канберг. Возеро, искусственное озеро. И там водятся утконосы. Самые уникальные животные Австралии. И реки. Николай Николаевич, вот при животных уникальных... Уже не ловится. Слишком много народу, понимаете. Уже не ловится. Но давайте вот на окошке. Николай Николаевич, вы с Каалой, а вы еще замечательно рассказываете про утконосов, самых уникальных австралийских животных. Может быть, вы нам расскажете про кого-то супер уникального, которого вот только вы видели. Вы утконосы хотите, да? Ну, это действительно... У него на один утконос еще есть ехидна, есть про-ехидна. Три как бы. Да, виды этих животных. Не шумчатые, а... Яйца кладущие. Не мысль. Потому что... Ну, шумку тоже, конечно, мы наблюдали, как родит кенгуру. Это вообще полный анекдот. Мы отловили где-то на острове кенгуру, поедали, маленький кенгур-вал-лапин. Это называется. Сто штук поймали. Только сам родил. По ночам с машины ловил. Ну, ни одного не повредили. Все привезли к конберу. Поселили в таком в отделе, где у них, значит, по ночам шло где-то рождение. Они днем не родят. И вот в ночь приходили. Секундомер мог у нее сидеть. Они так привыкают. Которые простые какие-то. Затей не боятся. Ну и сидит-сидит. Я, значит, смотрю, она вылизывает у себя брюшко вверх вот от зала нижнего конца к сумке. К сумке вот так вот. А сумка вот здесь вот. Она лижет, лижет. Вот с темной вот такой дорожку пролизывает. Кенгуренка. Вдруг действительно откуда-то тут снизу появляется вот такой вот буквально размером. Розовый. Розовый. Без единственной, без шерсти. Все глаз слепой. У него все просто четыре ножки, головка и вот маленькая тельца. И он инстинктивно. И вот у него крошечная голова есть программа заложена. Он вылезает на эту дорожку, ничуть по ней вверх, как карабах. Он так перед собой вылизывает, перед ним вылизывает. Вдруг, он достигает края вот этой сумки и ныряет туда. Но откуда он знает, что тут? Там вот надо жить. Это только инстинкт. Вот иногда мы говорим, умный живот, не умный. Если он наделает все постоянно там же, это инстинкт. Если мне взять, потому что это оно соображает. Он не может соображать. И вот мы засекаем, сколько оно ползло. Значит, потом уже это кенгуриха привыкла ко мне. Я сижу рядом с ним. не обижаюсь, я так осторожненько мизинцом, приоткрываю эту самую сумочку, заглядываю туда. Видите, там же так темно, так открыл, а там этот самый маленький червячок ищет сосок, а там два соска есть. Оказывается, учит, два родятся. Вот он ищет, ищет, ну, я засекаю, пока еще не нашел, закрылся. Он присосался уже. Он как, ну, вдруг, где-то сквалили, будет сосать, а у него даже мышц присосаний нету, поэтому он вот их хватается, и у него такой кольцевой рот, вот я пытался даже его снять, не получается. Только до крови, можно сказать, ободрать, но я не делаю. Мне сказали, сорвешь, будет, и кровоточить. Он схватил этот сосочек и думал, все, я в порядке. Глаза он не закрывает, поскольку у него все на ней нет. Я так так говорю, все в порядке. Вот ты, мама, по сигналу, ощущаешь, что он сжал ее сосочек. Мышца у нее, если сказать, маленькая, вымет там, да, она там сжимает мышцы, вымет так, он так висит такой, плоско, и раздушится саду. Это молоко надухо, понимаете? Он садать не умеет. И он, знаете, раздушится, и висит, и переваривает. Ну, как уж он избавляется от этой, если там молоковато. Потом он снова худенький, да? Она опять чувствует, что он попуган. И вот так вот, через каждую минут двадцать, там двадцать пять, она его вот таким мощным тасками кормит. Ну, вот. А уж когда они там снова вылезают из этой сумки, или еще неохота ходить, он сидит в сумке, выслал голову, уже смотрит, куда идет, мамаша. Потом выйдет, прибежит немножко, мама, я хочу домой, но сейчас туда-обратно. И говорит, что это? Ну, это, конечно, ну, вам бы такой, не дай бог, надо. Это был первый этап эволюции живородящих, млекопитающих, полугамляли ребенка, да? Потом все-таки это отменили и стали, дольше, дольше вынать, маку, внутри охранения. Это был следующий эволюционный этап. А предыдущий эволюционный этап млекопитающих, знаете, присмыкающиеся, потому что присмыкаются по земле, ползают, да? Ну, не все выгрузят все, вот так, в общем, а есть млекопитающие эволюционные, и вот это по инерции говорит, млекопитающиеся. Мы с вами все млекопитающиеся, и кошка наша, если ежика, если мы поставим, как млекопитающиеся, то есть, кормящиеся молоко, да? А вот кормящие молоко, это только ну, все млекопитающие, только они сами, они сами не могут кормить млекопитие молоко, так? Нет. Это женское притрогативо, это ваше такое эволюционное достижение, после которого вообще чего-то там говорится, а, необходимости дошлили не равен мужчины и женщины, да вы женщины лучше мужчины на порядок, чем такой порядок еще сразу не можно только за вами проходить, ну, там, выносить мусор, мою посуду, помогать вам в хозяйстве, чтобы вы не отвлекались на вынашивание, выкармливание и воспитание детей, да вы че? Фантастика. Вот, теперь переходим к первому этапу, значит, это утконосы. Сначала я только, мы ловили утконосов в такие сетки, в лавлю, измеряли, там, предупреждая, если кто пойдет у сетоноса ловит, кто самец, и мерит на задних лапах, я не знал, а тут вообще-то поймал. Вот такой вот два мощных когти направленных с каждой лапой в центре, у них ядовитые железы, так пырнет, что, ну, это очевидно, и для защиты от какого-то хищника, но у тех хищников там практически нет, для борьбы это борьба за сам, приходится бороться, дуэли устают, в его устойки. Сантибезобидные, то есть, вот, мы с помощью одного нашего английского замечательного ученого проникли внутрь норы коноса, он вот прям от воды отходит, прям уреза воды в ход в норку, ушел туда и вот это он организовал, значит, ну, вот, послушайте, Дэвид от Энбола, мы, значит, смотрим, как он сделал, засовывает, прямо сверху сидим, и мы уже знаем, что там вот была беременная самка, которая здесь вот, беременная в каком-то, я отложил яйца, два, наверное, не царишь, вот, какого-то, и вот, он сквозь почву прибегает туда длинную палочку, на конце которой маленькие, как будто лампочка, это оказывается камера, вот, миниатюризация должна вообще быть безумия, маленькая камера цветная, которая все снимает и еще освещает, и вот мы видим в темноте, в темноте помещение лежит этот сам вот коносик на спине, как на спине, не похоже, лежит на спине, на спине показывает, на спине, брюхо у нее, на спешке, показывает, брюхо у нее голое, нижняя часть, брюхо голенькое, без волоса, просто на этом голое, на голом брюшке, ползает утка, носик, какой-то маленький, который вырелся из яйца, значит, до этого насиживает яйцо здесь, яйцо раскололось, вышел луконосик, тоже вслипующий, ничего не соображающий инстинкт, ему подсказывает, залезай, у него программа должна быть уложена, фантастическая, теперь генетика, как это вот эти программы заложенные существуют, он вылезает и начинает бродить по ее брюхам, а она на радости, когда на ней что-то, она, каким-то образом, стимулирует, она потеть начинает, только пот выступает, знаете, вот каплины, только пот, ведь не молока, вот там все эти вот белые капельки выступают, она так напряглась, значит, покрыл такие капельки, он в этой полной темноте носиком слепой собирает эти капельки и так питается, пьет мамино молочко, вот это уже вообще просто немысливо, что-то, а кондиционер это первозвей, вот там нос ехидна, и у Ены же проблем надо там где-то вылезать, и она, конечно, у нее иголки еще мягкие, как от шерсти, чтобы не уголоть себе брюх, вот, но вот такие дела и цели Николай Николаевич очень интересно но она стоит немного и нам надо сказать что у вас нет что у вас нет Продолжение следует...